здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами поговорим о еще одной новинке это краскораспылитель дебил без для лака данный краскораспылитель мы получили примерно примерно месяц назад а как только он был анонсирован заводом изготовителем и как вы можете видеть на нем даже еще написано для продажи перед тем как начать заказывать данные краскораспылители мы решили а его сначала потестить посмотреть и чтобы потом вам рассказать как же его предлагать потому что получить новый пистолет не попробуйте и начать о нем что-то говорить ну наверное неправильно вот поэтому мы примерно месяц его уже эксплуатируем что можно о нем сказать во первых пистолет выстроим полностью по формуле своего собрата который наносит базу до пистолет для 1 для базы вот у него дюза не имеет никаких угловатости что дает нам очень равномерный факел и точно также диффузор воздушной головы тоже он имеет такое полированное скругление очень равномерный факел очень хорошее распределение материала на выходе на выходе из воздушной головы и очень мало пыла то есть пистолет реально экономичный второй момент который нам очень сильно понравился это тоже там очень легко контролировать то есть мы с вами знаем что очень много в природе разных лаков бывает и лаки иногда удобно малиру наносить иногда неудобно там разная смачиваемость у них по-разному они что-то сопливое что-то не очень сопливое условно говоря но вот этим пистолетом очень удобно контролировать и мы сразу видим что мы делаем вот поэтому очень грамотно очень грамотно сконструирован пистолет ну и то что было как бы предыдущий вода в один тоже самое есть примерно то же самое крутилочки они оригинально расположены воздушный кран расположен на входном отверстии пистолет будет различных комплектациях можно купить просто краскораспылитель без электронного манометра и бачка можно купить пистолет полностью вот в такой комплектации как вы видите вот причем очень интересно что если условно говоря электронный манометр отдельно покупать например сначала купил голый пистолет а потом к нему электронный манометр достаточно дорогой там около 200 евро стоит а если электронный манометр сразу на краскораспылитель и где-то там добавляет наверное стоимость обычного пистолета примерно 5 тысяч 5 может 6 используется на краскораспылителе сопа 1.1 1.2 1.3 1.4 ну 1.1 1.2 не знаю для чего мы даже не использовали сопа ну вот а 1.3 1.4 замечательно работает 1.4 соответственно будет пошустрее а 1.3 соответственно будет такую более помельче шагреньку давать смотря кому что нравится это как всегда сейчас мы с этим краскораспылителем переместимся в нашу окрасочную камеру для тестов и сергей на регионов там нанесет лак и вы посмотрите как этот краскораспылить за работой сейчас мы наносим второй слой и и и и и и и На этом все, всем спасибо за просмотр, красиво с удовольствием, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok